Ну наконец-таки это последняя победа и 14500 готовы! Господи, я шла к этому просто полгода! Всем привет, с вами Клеопатра! В сегодняшнем видео я соберу все награды пути славы, начиная от самого начала до 14500 кубков Brawl Stars. Но прежде чем начать, хочу пригласить вас в свой клуб Darkmasters. Ход открыт, начиная от 19000 кубков, а тег-клуба есть, конечно же, в описании к этому видео. Если вы ищете хороший клуб, то обязательно вступайте! А началась вся эта история ровно полгода назад, когда я создала второй аккаунт Cleo Way. Он как раз таки и назван именно так, потому что Way с английского переводится путь, то есть путь славы. Здесь я решила подняться до 14500, не открывая награды, не собирая их, и потом все это снять в одном большом ролике. Но зачем же тогда я показываю вам промежуточный результат, когда Cleo Way была на 3000 кубках? Все дело в том, что именно в этот момент многие игроки смогли найти способ, как получить себе в профиль красивую циферку Безумия 16. И мне, конечно, тоже хотелось это сделать, но была одна маленькая незначительная проблемка под названием билеты. И да, если вы помните, что это такое и зачем они нужны были в Brawl Stars, то просто лайкните это видео, мне будет понятно, сколько смотрит олдов этот ролик. Ну так вот, именно билетов мне не хватало, и кстати, в этот момент, когда я записывала эту часть открытия Пути славы, здесь еще тогда не было никакого Бравл Пасса и всего того, к чему мы с вами уже привыкли. Поэтому я решила немножко пожертвовать этим путем и специально засняла для вас, что мне упало, пока я доходила до билетов. Но как только я дошла до билетов, естественно, дальше я уже ничего не трогала, потому что больше мне ничего отсюда было и не нужно. Смысл таких открытий всегда один и тот же. Получить за одно открытие за один раз, открыв очень большое количество ящиков, все возможные награды и, конечно же, выбить новых Бравлеров. И когда я только-только создавал этот аккаунт, у меня была очень большая надежда, что у меня это получится. Ведь на начальном этапе мне выпал спайк, и я посчитала, что это достаточно хороший знак, когда уже к 3000 кубков у тебя есть легендарка. Да и если вспомнить мой основной аккаунт Клеопатра, там тоже примерно в районе 3000 кубков мне выпал Ворон, то есть моя первая лего. В общем, я делала достаточно большие ставки на этот акк, и в конце видео вы узнаете, что же из этого получилось. Ну а пока что я иду до своих заветных билетов, которые мне были очень нужны в тот момент. Получаю не только ящики вместе с очками силы, но и новых Бравлеров, и параллельно открываю несколько новых режимов. Но как только я дойду до нужного количества мне билетов, я, естественно, остановлюсь, и произойдет это в районе 1000 кубков. Дальше я ничего не трогала и тихо, планомерно прокачивалась около полугода для того, чтобы потом за один раз открыть все эти ящики и получить все награды, которые есть в пути славы. Сразу скажу, что это занятие действительно долгое и длительное. Если вы готовы ждать, если вы имеете хорошую выдержку, если вы можете каждый день себя подгонять и говорить, что слушай, тебе нужно еще на твинке поиграть, а не только на основе, то тогда у вас все получится. Но это было действительно сложно. Однако, как вы видите, я справилась. К достижению отметки 14500 у меня открыто 27 из 40 бойцов. И почему же тогда, вы спросите, я не пошла на весь путь славы? Все очень просто. Когда я только-только придумывала эту идею и подумывала о том, чтобы создать такой аккаунт, у нас максимальное количество кубков пути славы было 14500. Но пока я прокачивала этот аккаунт, путь славы очень сильно расширился и теперь имеет максимальное количество трофеев 50 тысяч. Но, тем не менее, отступать от своей идеи мне не хотелось, тем более, что уже было потрачено много сил и много труда на прокачку этого аккаунта. И я решила сделать вот такое открытие, скажем так, старого пути славы, который был актуален до введения обновления в Брау Старс. И сразу же при открытии пути славы у меня возникла очень интересная история. Путь славы предлагает мне забрать брока на 1000 кубков, но не отдает его, а вместо него выдает ящик. Почему же так, спросите вы? Брок на самом деле у меня уже есть в бойцах, но как же я его получила? А все очень просто. В прошлом Бравл Пассе можно было забрать скин на брока и автоматически у вас тоже открывался брок. Таким образом, вы могли его не забирать из пути славы, а забрать из Бравл Пасса. И в итоге, когда вы забираете брока из пути славы, то вам предлагают забрать альтернативную награду, то есть ящик. В итоге получается, что даже бойца из пути славы можно забрать из другого места, а именно из Бравл Пасса. Но, конечно же, при условии, что в Бравл Пассе будет содержаться на него скин. Во всем остальном, мое открытие точно такое же, как я вам и говорила. Я остановилась на отметке 1000 кубков и с этого момента ничего не забирала из пути славы для того, чтобы сделать вот такое одно большое видео, посмотреть, что мне упадет. А упасть, между прочим, мне может очень многое, потому что у меня нет еще мификов. У меня нету Тары, Джина и нового гаджета, судя по всему, на Дерила. У меня нет на аккаунте Тары, Джина, Мистера Пи, Макс, нету остальных легендарок. Это Леон, это Ворон и Амбер. Но и при этом у меня еще нету Калет, так что я очень надеюсь, что мне может выпасть что-то очень вкусное из пути славы. Ведь все-таки не зря же я качала этот аккаунт около полугода. И вот кого мне реально не хватало, так это Динамайка. Потому что я очень люблю играть в заметателей Динамайк, Барли, Тик. Это в принципе очень приятные для меня бравлеры. Но здесь не было Динамайка, и поэтому приходилось использовать только Барли. И то он выпал мне не сразу. Но вообще прокачивая этот аккаунт, я задумалась над одной вещью. Что сейчас в бравле уже достаточно много бойцов. И в принципе довольно давно не обновляли путь славы. И это говорит о том, что вполне вероятно, что в ближайшее время в путь славы могут добавить какого-то нового бравлера. Для того, чтобы его продлить. Чтобы тем игрокам, которые только начинают прокачиваться в Брау Старс, было интереснее продвигаться вверх по кубкам. Потому что вспоминая себя даже на своем первом аккаунте Клеопатра, когда я постепенно поднимала кубки. И вот так вот передо мной крутился бравлер. Пускай даже не из ящика, а из пути славы. Это все равно были очень классные эмоции. Потому что я понимала, что с новым бравлером я смогу поднять еще больше кубков. Я смогу попробовать новую механику игры, новый геймплей и получить себе еще дополнительных новых бравлеров. В общем, это всегда было очень приятным событием. И я думаю, что для тех игроков, которые только-только находятся сейчас в начале Брау Старс, только начали в него играть. Действительно, чем больше бравлеров будет на пути славы, тем им будет приятнее прокачиваться выше. А вот уже и начал виднеться Тик, еще один метатель, который тоже мне очень нравится. И мне его очень-очень не хватало, особенно в силовой гонке. Если же в гемах можно было еще более-менее как-то подобрать бравлера для того, чтобы нормально сконтачиться с своей командой, хотя я очень часто играла именно с рандомом, то есть тут уж как повезет, то в силовой гонке, конечно, нужно выбирать такого бравлера, который тебе поможет выиграть, даже если у тебя будут неподходящие союзники и у вас будет плохая связка. Ну что мне начинает озадачивать к этому моменту открытие то, что мне пока ничего не выпало. Ладно, гаджет считать не будем, я имею в виду никакого бравлера, и это немножко странно. Хотя мы с вами добрались уже до 5000 кубков и опять мегаящик с цифркой 5 внизу. Что-то меня начинает это потихоньку напрягать. К этому моменту я рассчитывала выбить себе хотя бы мифика, ну что ли, ну хоть что-то, а выбиваю теперь звездную силу. Не, ну звездная сила я не спорю, это тоже хорошая тема, опять же для силовой гонки пригодится, Роза хороший персонаж. Но где мои бравлеры? И вообще мне это напоминает открытие пропуска на этом же аккаунте. Если вы помните, то я делала об этом ролик, когда тоже собирала все награды из пропуска и открывала на одном видосе. И вот тогда мне не выпал ни один новый бравлер. Вот слушайте, что-то мне начинает это напоминать. Я, конечно, очень надеюсь, что я ошибаюсь, но как-то подозрения уже начинают закрадываться. И опять цифра 5 в мегаящике. Что ж такое с этим аккаунтом? Как вообще работают эти открытия? Я ведь столько времени не открывала, никакие ящики из пути славы. И почему ничего не дропается? Почему ничего не дропалось в прошлый раз, когда я открывала Бравл Пасс? Ооо, начинает меня это дико-дико напрягать. Вот вы представляете, если вообще ничего не выпадет после полугода игры на аккаунте? Это же будет просто трагедия. Я сейчас немного подстраховываюсь для того, чтобы мне выпал хотя бы новый гаджет или пассивка. Поэтому прокачиваю тех бравлеров, где это уже может выпасть. То есть это Сэнди на 7 левел и это Ниды на 9. Так что теперь можно искать дополнительный гаджет на Сэнди. Еще и на Фрэнка мне хватило. Ну и собственно на Ниду можно искать уже пассивочку. Нам осталось открыть уже не так-то и много, потому что мы находимся на 7500. А чем дальше, тем меньше наград становится. Потому что вначале они выдаются вот просто пачками. А потом уже через каждые 250 кубков, а потом будут и вообще через каждые 500. Кстати, Эмс еще один бравлер, которого мне очень не хватало, потому что я люблю игру за Эмс. Она мне очень нравится по своей механике. И опять же теперь будет прикольно ее использовать не только в гемах, не только в других режимах, но и в силовой гонке. Что опять же для меня было очень важно. Потихоньку приближаемся к отметке 9к. И я, честно говоря, уже не особо верю ни в маленькие сундуки, ни в побольше. Верю только в мегаящики. Но, по-моему, в очередной раз моя вера колеблется. Опять цифра 5. Что ж такое? Что за невезучий аккаунт? Кто бы мог подумать, что так долго, накапливая все награды, я до 9 тысяч вообще ничего не выбью. Уже практически до 10. Вот, честно, не ожидала. Не ожидал такого поворота. Ну, давай. Да что ж такое? Опять цифра 5. Слушайте, сундуки уже заканчиваются. У меня путь славы мой заканчивается. Я ничего не выбила. Вообще ничего. И опять пустой мегаящик. Это фиаско просто. Ох, ну что, давайте зайдем, посмотрим тогда, кого мы можем поднять, чтобы хотя бы, не знаю, пассивку, что ли, выбить хоть с горя. Ну, хоть что-то же мы должны получить с этого открытия, с этого сбора. Потому что, блин, я так долго поднимал этот аккаунт. Я так долго его прокачивала. И столько времени на него убито для того, чтобы вообще ничего не получить с пути славы. Остается буквально несколько мегаящиков, из которых может что-то дропнуться, но я как-то уже не верю, честно говоря. Похоже, не верю. Не зря. Опять цифра 5. Это просто жесть, ребята. Меня уже не радуют ни деньги, ничего. Опять цифра 5. Нет, это похожая фиаско полная. Забираем последние очки. Дальше мегаящик. И, похоже, это все. Ну, нет. Абсолютно ни одного бравлера с всех наград на пути славы. Как вам такое вообще, а? Вот полгода играешь на аккаунте и вообще ничего. Ладно, не буду комментировать. Ставьте лайки, если хотите меня поддержать. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И я очень вам желаю, чтобы у вас никогда не было таких открытий. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok